Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обзор на «Меняю жинку» Киев-Молдова. Я вчера начала смотреть, и что я хочу вам сказать. Когда такие эпизоды часто встречаются «Меняю жинку» такие трэшевые, то мы говорим, что «О, так что за вообще постановочные какие-то сцены, на что превратили «Меняю жинку», много скандалов и так далее, особенно когда там еще драки происходят, мы возмущаемся, но тем не менее, такие передачи имеют высокий рейтинг и очень быстро и интересно для нас проходят, для зрителей. Вот я вчера досмотрела до первой половины и просто ушла спать. Я не могла досмотреть до конца. Во-первых, хотела спать, но если было бы очень интересно, то, конечно, бы я досмотрела. И только сегодня утром я его досмотрела, досматривала я его в автобусе, и я поймала себя на мысли, что на меня смотрят люди, потому что я все время улыбалась. Я улыбалась под конец вот этого выпуска. Вчера вечером я не думала, что я буду улыбаться, он мне показался скучным. Но вот эта мама с Киева, она уже второй раз берет участь в этой передаче. Как она представилась, что у нее уже шесть мужей. Я не знаю, почему второй раз берут. Но знаете, если бы не предложили, я бы согласилась. Не для пиара, это просто очень интересный процесс. Если кому интересно, я все это подробно рассказывала на своем канале, где-то там внизу есть видео. Это очень интересно. Так, и мама Аллочка-зажигалочка, как она тебя назвала, себя назвала, очень яркая женщина. Она все, она и певица, и дизайнер, и стилист, и парикмахер. И, ну, там, у нее разноплановая деятельность в сфере искусства, в творчестве. Очень творческий человек. Папа на тот момент, я не знаю, кто он, забыла, он армянин. На что меня очень удивило, когда мужчина армянин, наверное, очень современный мужчина, хотя неважно, армянин или не армянин, вообще-то всегда принято, что женщина должна дома готовить, а не мужчина. За исключением некоторых моментов, когда можно и вдвоем готовить, когда очень дружные семьи, или мама часто на работе, а папа там остается дома. Все-таки вот эта его фраза, суст мужчины, у которого армянская фамилия, что почему женщина должна готовить, почему женщина должна убирать, и в этот момент показывают, как он и готовит, как он убирает, как он и закладывает стирку вещи. Вот это мне было непонятно. Но, знаете, женщина, сначала я была в некотором недоумении, не хочу сказать в шоке, но в некотором недоумении она такая очень яркая, очень считает себя харизматичной, может быть, я не знаю, харизматичной личностью. Она помогает находить у других людей то, что они в себе не могут найти. Ну, такой талант, знаете, дай бог. Мама с Молдавой, семья с Молдовы, такая типичная, скромная семья среднего достатка. Они считают не средний достаток, они считают ниже среднего. Но как посмотрела на эту хату, на двор, то можно назвать и для Молдовы среднего достатка. Мне не очень понравилось, когда сказал муж этой молдавской мамы, молдаване, что мы поженились, потому что она забеременела. А учитывая то, что мама последствия себя в протяжении всего передачи показывала себя очень скромной, очень стеснительной женщиной, то мне вот этот момент как-то не ввязался. И еще говорили, что 5 лет они вместе встречались, мы говорили, что мы встречались 5 лет. Мне немножко было непонятно, как женщина, очень стеснительная, можно сказать, немножко такая затурканная, так, можно сказать, могла согласиться на небрачную связь до свадьбы в селе. Ну, в селах, знаете, да, и в наших селах, во всех селах как-то за этим смотрят, стараются выйти чистой, невинной, девственной девушкой. Ну, сейчас понятно, все изменилось, но тем не менее. Вот это мне как-то не ввязалось. И почему-то акцент был поставлен на этом, поэтому мы и поженились. То есть, если вы встречаетесь 5 лет, как он говорил, мы встречались почти 5 лет или 5 лет, то, когда люди 5 лет встречаются, наверное, не просто так они встречаются, наверное, что-то они находят друг в друге, я уже не говорю о любви, то почему только это сподвигло вас оформить отношения? Она говорила в Киеве, и он говорил, что вот она забеременела, поэтому. Вот это не совсем мне вот это вяжется, я стараюсь внимательно на мелочи обращать внимание. Вот, мужчина такой, у них двое детей, старшая дочь, которые они уже, знаете, как живут в селе, всю жизнь жили, родились, сформировались. И, естественно, сейчас есть YouTube, сейчас есть интернет, они смотрят на разные передачи, смотрят, как люди разъезжают. Вот у них какая-то такая мечта, мечта куда-нибудь поехать. Даже они, по-моему, с мамой решили, она как дочка говорит, куда-то поехать поработать, в Румынию куда-то. Ну, хоть как-то вырваться, потому что не столько доход нужен, сколько просто еще 50% есть желание просто вырваться. Странно, что 20 лет девочка не работает, не знаю, почему не работает, потому что это тяжело найти работу, но, тем не менее, 20 лет, я думаю, можно найти работу, не в селе так ближайшем областном центре. Ну, и, наверное, их обеспечивает отец, ну, как они двое работают, он забивает, забивает он этих животных. Она это мясо продает. Очень важно для них... А, и как-то они начали обвинять отца, что вот он грубый, он очень нервный. Вот это очень нервное, очень часто повторялось. Я думаю, что часто это повторяло слово, потому что они не очень могли хорошо разговаривать на русском языке. Они как-то так... Это слово можно было сказать нервный, раздраженный, вспыльчивый. Вот как-то они так часто. Он нервный, он нервный, и вот всю передачу, он нервный. Обычный, простой мужчина. Ничего он там не нервный, как оказалось в итоге. Что-то они от него хотят. Понимаете, он видел в своих женщин какое-то неудовольствие. Да, он когда-то пил. Когда она собиралась уйти, он бросил пить. Это говорит о том, что все-таки он дорожит ей, он ее любит. В последствии он об этом говорил. Вот. То есть он дорожил. Не каждый мужчина может бросить пить, если жена уходит. Мы знаем миллионы случаев, когда жена уходит, они так спиваются до конца и на дно падают. То есть он ее любит. И мужчина сильный, раз мог бросить пить. Ну, обычный мужик с села, который не особо умеет, не особо умеет выражать свою любовь, какие-то свои другие чувства, не знаю, не умеет проявлять внимание должным образом, как привыкли это женщины. Они же насмотрелись, они же насмотрели всяких фильмов, передач, особенно сейчас передач полно, как цветы приносят и падают к ногам и так далее, и так далее. Вот как-то она говорила, что цветов он ей не дарит. Ну, понимаете, когда все время быть вот такой недовольный, и даже, понимаете, как они выражали свое неудовольствие, мне кажется, во всем. В том, что они никуда не ездят, в том, что у них нет каких-то ковров. Вот это очень важно для многих людей, которые живут в селе, которые вот живут все-таки на этом уровне, они не могут планку повысить, что главное не ковры, главное не хрусталь, не хорошая посуда, а главное все-таки образование у детей. Когда будет хорошее образование у детей, тогда может что-то ребенок и увидит. Ну, вот мама еще это не поняла. Вот мама не поняла, поэтому ей там хочется ковры, тогда все. Ну, а он зарабатывает как может. Вот эта работа такая у него сложная работа, я думаю, что это психологически сложная работа, убивать каждый раз животных, живых существ, даже животных, это психологически нужно иметь какую-то стойкость, это стрессовая работа, знаете, стрессоустойчивость, видимо, он обладает, поэтому этим делом занимается. Она продает. Мама, дочка там сказала, ну, у тебя же фигура хорошая, как-то так, она считает, что, вот когда она сказала, у тебя же фигура хорошая, она считает, что мама хорошая фигура, мама действительно хорошо выглядит, ну, фигура, понимаете, как, мне так, мне так кажется, что ей нужно было, обратите внимание, как она одета, какие у нее брюки и какая кофточка. У женщин с таким, вот мне кажется, с такой комплекцией задней части все-таки нужно одевать кофточки чуть пониже, ну, чтобы вот эта, там, попа не особо так выделялась, она должна быть очень округлой, очень красивой, чтобы ее прямо так выставить, а тут надо было, мне кажется, ей немножко пониже, ну, это такое, чисто такая ремара, пониже какую-то ей одеть блузку или туничку, то есть, говорит оно, что она не особо разбирается, как, что одеть, хотя внешне она очень приятная, у нее сделаны на ресничке, производят приятное впечатление, положительное, при том, все, что она много чего не может, то есть, ей бы жить, в принципе, с таким характером, ей жить только вот в селе, рядом с каким-то мужчиной, потому что вот так выпусти ее, как ее выпускали, дело не то, что она была, как та семья с Киева, ее все время привлекала, например, к публичной работе, да, потому что она должна была выполнять работу мамы, а мама-то вела какие-то концерты, программы, вела какие-то там, ну, собрания, она очень деятельный человек, ее даже, когда ее подпускали к этой работе, она очень смущалась, не хотела, плакала, это не потому, что она не привыкла, даже находясь в городе, она все равно будет работать где-то вот так, в какой-то прачечной или где-то в киосочке, чтобы ее не особо видели, это такой характер, такой человек, есть интроверты, ну, человек она такой, понимаете, тут ничего с этим не сделаешь, и я как раз вот так в селе, ей очень нормально, просто если бы кто-то подсказал им, поменяли бы они, например, немножко ситуацию своей жизни, вектор своей жизни, то, что иногда хотя бы выезжать, я думаю, что деньги можно было найти, деньги можно было найти, даже при таких маленьких доходах, всегда можно деньги найти, на какой-то автобусный тур, на какой-то вот в областной центр поехать, все это можно сделать, я думаю, что в областном центре у них какой-то театр есть, это все зависит от желания, они немножко закопали своей жизни, на своих проблемах, и вот денег мало, и все, а вот как раз таки мама с Киева, когда приехала, мне она, кстати, очень понравилась, хоть ее там в комментариях поносит, вы знаете как, этот человек внешне немножко может некоторых напугать, некоторые могут остолбенеть даже от ее внешнего вида, от ее напористости такой, но на самом деле она очень чуткий, очень тонкий человек, вот именно человек, и умная женщина, ну знаете, умные женщины бывают разные, у нее немножко так перекос в сторону вот этого, ее немножко много, ее немножко много, видимо, она энергия там бурлит, везде хочется быть одновременно, везде хочется быть первой, везде хочется засветиться, заискриться, мне кажется, она не терпит какого-то второго места в достижении каких-то результатов, это, мне кажется, сказывается на ее отношениях с мужчинами, потому что, когда женщины вот так много, и она очень много уделяет времени всем, естественно, она не может уделить время своим домашним, в итоге, что она и сказала, что я тоже для себя что-то переосмыслила, не может она, чисто, просто теоретически, это и физически, это невозможно, если ты много уделяешь время на улице, значит, тебя меньше становится дома, и все, и я думаю, что какие-то мужчины, вот она говорила, шестой муж, какие-то мужчины ее бросали, каких-то мужчин не выдерживали, потому что любому мужчине, да, такая женщина в компании, она может поразить, особенно кто смелых мужчин, которые не боятся, вот этот яркий свет волос, вот этого постоянно, она же очень много говорит, я думаю, в такие компании, где она находится, слышно только ее в основном, но не все мужчины могут это выдержать, то есть компания, она, да, она может завлечь, привлечь, увлечь, под каким-то там ее шармом ты можешь находиться какое-то время, но когда ты с ней живешь каждый день, мужчина есть мужчина, ему нужно элементарное тепло, горячий обед, какое-то там, что-то такое теплое, уютное должно дома ждать, она не из тех женщин, поэтому у нее вот шесть мужей, я думаю, там будет и шесть, и семь, я не думаю, что этот мужчина даже долго с ней останется, потому что все-таки корни, армянские, кавказские корни дают себе знать, в итоге любой кавказский мужчина хочет какого-то тепла, хочет какого-то уюта, хочет домашнюю женщину, ну, в ней пока вот этого нет, может быть будет, не знаю, но она очень много, она молодец, она умничка, она мне вот очень понравилась, она тонкий человек, буквально чувствует людей, она сразу почувствовала, что что-то тут не то, то, что так много говорят, он тиран, он агрессивный, он нервный, она стала понимать, что нет, почему, не такой уж он агрессивный, почему он тиран, почему ты, вот она стала спрашивать, а ты что, так часто ругаешься, он говорит, ну, нет, я так могу иногда, ну, иногда могу побубнеть, просто те женщины, не видели еще, на самом деле, тиранов, не видели, обычный, простой, как может, так и зарабатывает, то есть, в этом селе, еще хорошо, вот такая работа есть, могла бы и такой работой, понимаете, зато он очень домашний, он за то, чтобы дома, все сидели, жили у себя дома, как он говорит, вот есть крыша над головой, есть кусок хлеба, и хватит, это очень правильные ценности, посмотрите по вокруг, когда жены уезжают, вот в Италии, в Чехию, мужья куда-то уезжают, семьи распадаются, нету этого единства, нету, нету, связь разрывается, дети забывают маму, то папу, потом приезжают, уже у детей такой эгоистический, какой-то момент появляется, а что принес, а сколько принес, а, ну, все равно это нехорошо, я всегда была за то, что лучше кусок хлеба, воду макать, и есть, ну, быть вместе, если есть в семье, хоть какая-то любовь, ее надо, ее надо разжечь, а не наоборот затухать, он, его ценности более правильные, чем ценности у его жены, коврами сыт не будешь, все равно, как бы не было хорошо в квартире, сколько бы не было достатка, если нет душевного спокойствия, если нет понимания между людьми в семье, то ничего не радует, ни тот ковер не радует, ни та техника ничего не радует, ей пока, она пока не поняла, он все время при ней, понимаете, и она пока не поняла, пока она на ковы смотрит, как только он уедет далеко, зарабатывать деньги, ну, раз приведет, два приведет, потом она начнет ныть, это мама с Молдавы, Молдова начнет мыть, что мне внимания не хватает, ты все время уезжаешь, ты все время разъезжаешь, тогда уже другая песня начнется, и это все правильно заметила мама зажигалочка, Аллочка зажигалочка, они обе Аллы, да, она это все чутко уловила, поняла, молодец, она вегетарианка, сколько мы знаем вегетарианок, ой, я это не буду, делать то, не буду, это очень позитивный человек, вообще лучше людей, она классная подруга, вот такую подругу иметь, вот она классная, шикарная подруга, может быть она плохая бабушка, может она плохая дочка, жена, но подруга, она шикарная, друг она отменный, ей ночью позвони, она и ночью придет, если нужно, и поможет, и воспрянет духом, и сама, и тебя, и так далее, молодец, и этот момент уловила, да, вот она вегетарианка, да, ничего страшного, вегетарианка, значит, ничего, буду мясо продавать, трогать его, нашла ситуацию, там представила, что-то такое, нашла ситуацию, надо огород там, с огородом, что-то родителям мужа помочь, она и с огородом, надо мужчину поддержать, она и мужчину поддержит, она там его вдохновила, понимаешь, она дала ему понять, что ты нормальный, вот это она ему донесла, это мысль, ты нормальный, ну да, у вас там что-то на тебя, там они гонят, эти две девушки, но ничего, и тут разберемся, вот она его вдохновила, И подсказала, ну, слушай, ну, хотят они что-то хорошее услышать, ну, скажи, ну, принесите цветы, ты возьми. Она ему дала дельный хороший совет. Я уверена, что и поздно передачи она там дала ему хорошие советы. Он будет по ней скучать, он будет сильно по ней скучать. Она молодец, очень мне понравилась, очень искренняя, добродушная, открытая, широкой душой человек. Не могу сказать, понимаете, как? Вот этот человек, такая зажигалочка Аллочка, она, если нужно будет, она, вопреки своим неудобствам, тебе поможет. А вот эта Алла Молдовы, она, возможно, не поможет. Если слишком сильно нужно будет тебя поломать, возможно, она не поможет. Она скажет, я не могу, я не знаю, я боюсь, я бы с удовольствием, но я боюсь, я не могу. Скорее всего, бы она так сказала. То есть, стой в разведку, пойдешь. А с этой, вот, она моя. Она хорошая, хорошая, милая. Но только вот этот, короткий промежуток по имени. Вот на такой дорожке она хорошая, милая. Дальше, когда тебе нужна будет сильная помощь, возможно, ты от нее не получишь эту помощь. Потому что она, ну, такой она человек, я не могу. Поплачь, расплачь, то еще вам надо будет спасать ее. Вот. А стой, нет. А то, как бы ей не было тяжело, плохо, неудобно, муж дома ждет, внучка. Ну, это же надо. Ну, э, им-то хорошо дома. А вот ей плохо. Я помогу, я пойду. Вот из той категории Алла. Аллочка-зажигалочка. Очень она мне понравилась. Я вот ехала сегодня в другой город и в маршрутке. Я вот просто в конце, я понимала, мне с каждым ее словом я соглашалась. С каждым. Вот. И очень много хорошего она сделала. То, что она, ну, я не знаю, для чего был этот ей проект. Может быть, она вот для ее пиара. Пусть даже будет для пиара. Почему нет? Во всяком случае, наряду с пиаром она еще принесла пользу. Она открыла глаза дочери, что папа не такой уж плохой, что присмотрись тоже к нему, не будет такой недовольный. Он мужчина, он человек. И отцу показала, что, ну, женщинам это надо. Ну, там, скажи, возьми. Ну, ничего, немножко там не бурчи, принеси цветы, не обращай внимания, когда они дам что-то за тебя злятся. Будь помягче, потише. Она дала ценные советы. Буквально спасла семью, спасла отношения. Не совсем мне понравилось, как вела, не то, что как вела себя, как говорила о нем, о своей семье, вот эта мама с Молдави. Когда ей сказали, ам, семья, а ты его любишь? Нет, не люблю. Ну, понимаете, как? Ей скучно было. Вот мама, вот я проставила, ей было скучно. Они сидели, смотрели, меняю жинку. А дочка говорит, мам, давай тоже возьмем, напишем. А чего? Фигура у тебя хорошая. И вообще не знаю, что. Ну, давай, заполнила анкету и пошла анкета. И тебе бегом схватили. Ну, понимаете, как? Так, если ты уже живешь с этим человеком, у тебя двое детей, а на конце это поняла, зачем ты на всю страну говоришь, я его не люблю? Как не люблю? Во-первых, очень большой момент, такой вопросик, что ты вышла замуж, будучи беременной. Раз ты такая стеснительная, для тебя, наверное, вот эти каноны, эти законы очень важны, что девушка должна чистывать еще в те годы, 20 лет назад, представляете? То как так получилось? Ну, ошиблась ты? Я не могу понять. Ну, ошиблась? Ну, ты... А пять лет зачем ты тогда встречалась? Я понимаю, можно в месяц постречаться, как-то так поспать, и у ребенка получился. А ты пять лет чему-то мозги делал этому парню, я не могу понять. Я думаю, что он с очень серьезными намерениями с ними встречался. Она родилась, как-то я не люблю, не нужно было это ей говорить. В конце она поняла, что когда она уже неделю побыла без него, или там 9 дней, она поняла, что она его любит, что он хороший. Потом такую, знаете, хорошую, милую женщину, которая ничего особо не может и всего боится. Не каждому мужчине такая женщина неудобная. Ты еще тоже должен подобраться такой мужчина, которому... Ой, пусть сидит дома, пусть готовит, там, идет, по-моему, на базар в киоск, или там продает, или куда-то. Вот она мне так удобна, и все. И многим, а то, кстати, с такими женами ее любовь не себе находит. Примерно похоже таких, как на Аллу. Аллочку, зажигалочку. Ну, я думаю, что Аллочка, зажигалочка, она тоже верна в тех коротких своих отношениях. Она может быть верна. Просто когда заканчивается любовь, она просто прекращается. Она не может жить без любви, мне так кажется. Потому что мне очень понравилась мама с Киевой, вот эта Аллочка. И так себе, никак я отнеслась к этой мамочке из Молдавы. Тоже Аллочка. Ну, такая себе девушка спокойная. Ничего особенного. Ничего особенного. Слабая. Понимаете? Слабая. Может, вот сказать, ну, а что слабая? Он живет. Во-первых, она села и он села. А что она мечтала? Она не королева, чтобы жить в замке. Она простая девушка. Родилась селе, живет в селе. И все. Говорит о том, что, ну, такая жизнь. Какая жизнь тяжелая? Такая жизнь тяжелая у всех. Кто в селе живет, кто хочет работать. Кто не пьет, не курит, живет в нашем государстве. У всех тяжелая жизнь, все как-то должны добиваться. Двое детей, это не пять детей. Можно было так же. И как-то выучиться, ездить на сессии. И что-то там жить проголос. Ну, вот стремиться. Вот так стремиться. Такая, если прям нехватка у него была к знаниям. Таким как-то стремиться. Я думаю, что, может быть, и муж поддержал. Ну, может быть, я не права. Я не знаю. Но, во всяком случае, от аллочки я в восторге. А то так себе спокойная жизнь. Дай бог, чтобы этот... А им скучно было? Я вас уверяю. На года два-три они развеселили свою жизнь. Они будут читать «Меняю жинку». Они будут читать комментарии. Как она сказала насчет, когда вот стриптизерша привели. Какой-то она, по-моему, такой фраз сказала. Ну, может быть, бы я смогла. По-моему, что-то такое. Это тоже не дело ей чести, кстати. Когда она сказала. Ну, вот, не знаю. То есть, она не сказала. Нет, ни в коем случае. Я как бы... Знаете, есть такие женщины. Как бы они не любили мужчину. Допустим, не любят мужчину. Но если они с мужчиной в законном браке, они себя уважают. Они в жизни на сторону не пойдут. Тут она, по-моему, если я не ошибаюсь, может, она дала какое-то такое сомнение поставила, что вот она прямо вот такая, ни за что в жизни не взяли ни на какого мужчину, если она в законном браке с другим. Тем более, я говорю, надо учитывать то, что люди в селе, у них другие немножко законы. Там по-другому... Для нее очень важно общественное мнение. Это очень важно для нее. Общественное мнение формулирует все ее мировоззрение. Там не принято гулять, ходить куда-то. Но тем не менее, когда она оказалась на свободе, она сказала, ну, по-моему, так, да. Ну, может быть, я... Если вот... Дай бог, чтобы я ошибалась, но что-то такое у меня бы проскользнуло, что... Может быть, я бы и рассмотрела какую-то ситуацию. Если я там ошибаюсь, не ругайте меня. Не знаю. Вот. Я просто сейчас спешу, иду на работу. И решила вам именно сегодня, потому что вы меня просили именно сегодня, чтобы я дала этот... Ну, общественное мнение... А, видите, Аллочка с Молдавой очень... Для нее очень важно общественное мнение. Какая разница еще между ними? А для Аллочки с Киева вообще-то мне не важно. Она идет прямо с Сибири по дороге. Она знает, что она хочет. Идет четко к этой цели. Она понимает, что не нужно разменять свою жизнь на мимолетные неприятности. Это очень правильный посыл в жизни. Этот посыл она принесла, это уже семью. Не нужно. Нужно искать праздника. И правильно, это правильно. Нужно искать праздника в жизни. Если ты ищешь, ты найдешь. Понятно, знаете, для одних стакан наполовину пуст, для другой стакан наполовину полный. Вот тут конкретно для Аллочки с Молдовы стакан наполовину пуст. Все так не очень хорошо. А для Аллочки с Киева стакан наполовину полный. И он всегда такой будет. И она ни с чем... И выглядит она поэтому хорошо. Поэтому она в свои года выглядит отлично. Та тоже хорошо выглядит. Ну, там, знаете, свежий воздух, хорошие продукты и так далее, и так далее. Не особо сильно такая усложная жизнь. Ну, какая жизнь? Двое детей в селе. Вы сами подумайте. Мы все живем такой жизнью. Пошла на работу, там, на работу мясо она не каждый день продает. Какие-то, видимо, определенные дни. Даже если каждый день. Есть, ну, обычная работа. Там не пятеро детей, не огромнейший дом. Твое детей приготовила, сделала. Ну, что мне вам рассказывать. Вот. А у Аллы, конечно, другой подход в жизни. Это правильный подход. Поэтому она и хорошо выглядит. Такие люди меньше болеют. Женщине вообще надо меньше болеть, меньше расстраиваться, чтобы лучше выглядеть. Потому что это не только на коже отражается. Это отражается наше расстройство, наше печали, наше обиды. Все это отражается еще на внутренних наших органах. Особенно на груди. Женщины знаете это. Поэтому гоните от тебя всякие печали, нерадости, плохих подруг, плохих соседей, плохих родственников. Старайтесь не подпускать в себе плохих людей. Смотрите хорошие передачи. Меня можете посмотреть. Вот. И все у вас будет хорошо. Так что принимайте витамин Е. Это очень важно, кстати. Это очень-очень важно. Принимайте витамины Е. Хотя бы для профилактики. Что-то меня понесло. Никуда куда надо. Все. По-моему, я все рассказала. Все у них так хорошо. Мне понравилось. Как они мирно закончили. Вот просто я смотрела на передачу. Да, она не такая прямо, чтобы аж смотришь, думаешь, о, трэш. За одну минуту проходит передача. Да, я ее на два раза посмотрела. Но она добрая. Она хорошая передача. Все. Аллочки из Киева. Я желаю всего хорошего. Тем людям тоже. Особенно мужу. Муж мне очень понравился. Такой хороший мужчина. Все. А то немножко мозгу побольше. Я думаю, ей там напишут. Все. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok